Доброе утро! Приготовим сегодня по-настоящему роскошный завтрак. На завтрак у нас с вами будет яйцо пашот. Яйцо пашот вообще, в принципе, подают обязательно с соусом оландет, который готовится на основе желтков и сливочного масла. Сначала растопим небольшое количество сливочного масла для того, чтобы правильные гренки сделать. Это масло топится. Пока на медленном огне масло растапливается, берем муханку хлеба. Хлеб нарезаем ломтиками. Теперь, если у вас нет вот такого прибора, это называется кольцо кондитерское, то, в принципе, конечно же, можно просто хлеб освободить от корочки. А если у вас есть такое кольцо, то вы вместе со мной вырезаете вот такие красивые кружочки, чтобы совсем получилось празднично. Ну вот, получились такие замечательные кругленькие кусочки хлеба. Теперь натираем чесноком. Таким образом мы получим пикантный аромат и никакой злости и вредности от чеснока со всех сторон. Сюда наши кругленькие будущие гренки. И помазать их немножечко вот так вот сливочным маслом, которое мы с вами растопили. Духовка должна быть хорошо разогрета. Можно отправить их под гриль. Так быстрее все произойдет. Все маслом разложили по гренкам. Отправляем гренки в духовку. Главное про них не забыть, чтобы они не сгорели. А с вами сделаем одновременно соус и варим яйца пашот. Чтобы сварить яйцо пашот, нужно знать один секрет. Воду, которая должна быть горячая. Вот мы ее ставим на огонь. Мы добавляем немножко уксуса. Буквально пол чайной ложки яблочного уксуса. Доводим воду до кипения. И как только вода закипит, яйцо, которое нужно предварительно разбить в какую-нибудь чашку. И вот теперь кипящую воду. Делаем такой небольшой водоворот. Яйцо опускаем прямо в этот водоворот. И уже дальше воде кипеть не позволяем. Уменьшаем температуру. Готовим пару минутчик наше яйцо. А вот что касается соуса. Значит, разогреваем тоже ковшик. Отделяем два желтка от белков. Понадобятся нам только желтки. Но белки тоже советую не выбрасывать. А приготовить из них, например, белковый омлет или безынику. Не забываем про то, что у нас гренки, вот они красивые, сидят. Сейчас вынимаем гренки из духовки. К двум желткам добавляем сок одного лимона, где-то две столовые ложки. Ну, такие щедрые, без семечек, естественно. Нам понадобится 90 граммов сливочного масла растопить на медленном огне. Вот в горячий ковшик мы добавляем сливочное масло. Венчиком соединили яйца с лимонным соком. Вот так вот выкладываем наши яйца пашот на бумажное полотенце для того, чтобы лишнюю воду убрать. Как только масло почти растворилось, главное, чтобы оно не горело, начинаем добавлять на очень маленьком огне масло яйца, постоянно помешивая, для того, чтобы яйца не превратились в яичницу. И вообще соус должен быть такой вот жидкой довольно консистенции. Похоже на майонез, в принципе. Ну, оландез, майонез. Ну вот, посмотрите, какая прекрасная консистенция у нашего соуса. Могу только вас поздравить. И с вами молодцы, у нас получилось настоящее произведение кулинарного искусства. Сегодня с утра. На тарелку выбираем самые красивые, самые ровненькие греночки. Тепленькие. На эти гренки яйца пашот. Аккуратно, чтобы не повредить желток. Так. Ну, а теперь сверху королевский соус оландез. Он не должен быть слишком густым, но он должен действительно быть похожим вот так вот на майонез. Уверяю вас, однажды ваши домашние, попробовав это блюдо дома, не дадут вам покоя, а будут все время терроризировать просьбами о повторении шедевра. Ну вот, завтрак готов. И обязательно нужно заварить чашку чая. Дело в том, что у этого чая невероятный аромат. Он бодрит, он с утра поднимает настроение. У него такой насыщенный цвет и такой вкус. А какие крупные листики, даже когда я просто листики вижу и ощущаю этот аромат, уже настроение поднимается с утра. Завариваем. Чай. А вот теперь можно завтракать. Приятного аппетита! Обязательно завтракайте! А на следующий раз приготовьте слабосоленную семгу, хлеб, цикорий, радикио и зеленый лук. Прекрасного вам дня!